Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Мы делаем записи под названием «Житие святых во свете Библии». Я заранее скажу, таких роликов рассуждений в интернете не встречал. Поэтому мы сейчас считаем «Житие святых» и смотрим, что об этом говорит нам Святая Библия. Вопрос 1837. Были ли такие чудеса у святых, которые как бы и не нужны? И хотели бы вы таким даром обладать? Это мне записка в университете поступала или по радио, по телефону. Дальше. Ответ. Всегда нужно искать пользы ближнего. Дар – это уже не твои труды, за которые ты получишь награду. Только за труд с потом на лице будет награда. А что ты чудотворец или хороший оратор, или тебе это дается без труда, за это никакой награды не будет, потому что это все Божие. А ты еще и славу от людей за это получил. Неплохо поймать Емели щуку и на печи ездить по проспекту. Мне нравится на малом пространстве размещать многое. Есть такие чудеса, которые к этому располагают. Но я пока без них обхожусь. Они мне могли бы и помешать. Полезут люди, будут себе просить. И тебе только глазами хлопать останется, а польза – нуль. Экклесиаст 5.10. Умножается имущество, умножается и потребляющее его. И какое благо для владеющего им. Разве только смотреть своими глазами. Житие Аверки, 22 октября. Цитата. А приготовление его к путешествию состояло в следующем. Он взял немного хлеба и в один кожаный мех вылил вино, масло, уксус и воду. И сделал так, чтобы эти жидкости не смешались между собою. Когда во время дороги ему нужно было вино, то текло из меха одно только вино. Когда ему требовался уксус, лился один уксус. Нужна ли ему вода? Текла одна вода. Так каждая жидкость вытекала в отдельности, несмотря на то, что все они были в мехе в одном и том же мехе. Однажды ученик святого без благословения его хотел нацедить себе чашу вина. И вот потекли сразу все жидкости. И вино, и масло, и уксус, и вода. Так что невозможно было вкусить ему этой смеси. В ужасе он исповедал свой грех святому. Просил у него прощения. И тогда по благословению блаженного каждая жидкость стала истекать снова отдельно. Вот хотел бы я такими чудесами обладать. Да зачем мне нужно-то? Мы в отдельный мешок, в каждый мешок отдельно крупы, муки наложили, а отдельно у нас масло, отдельно мед лежит. Что-то... Тогда, может быть, и у него не было, и никто из святых этого не делал. У одного было вот такое чудо. Ну, это факир. Индийский это сделает. Житие Ольги, 11 июля. Цитата. Не должно предавать умолчанию и следующее. Над гробницей блаженной Ольги в церковной стене было оконце. И если кто с твердую верою приходил к честным мощам, оконце само собой открывалось. И стоящий снаружи ясно видел через оконце лежавшие внутри честные чудотворные мощи, причем особенно достойные видели и исходящее от них некое чудесное сияние. И из имеющих веру, кто бы ни был одержим каким-либо недугом, тотчас получал исцеление. Приходившим уже с маловерием оконце не открывалось, и он не мог видеть честных мощей, даже если бы вошел в самую церковь. Он видел только гроб и не мог получить исцеление. Зачем это чудо? Мощи должны быть похоронены, еще раз говорю. И вот это, что над ними делают, это отдельно, где-то такощунство. Это восстание против Божьего установления. Прах ты и в прах возвратишься. Бог не мощи это будет, а превратившийся в прах, заново будет созидать. Творю новое, творю. А не то, что вы выдумываете. Вопрос 1838. Слово Божие не одобряет, когда люди идут, ищут, и требуют даже неких сверхъестественных чудес. Нужно думать, что святые это избегли этой детской игры в чудеса. Это вопрос ко мне. Ответ. Вот они-то, как раз этим и болели. Но так как их провозгласили святыми, и даже некоторых великими, то, что бы они ни делали, православное неразумие возводит и этот поиск чудес в эталон. Вроде бы, раз уже они святые, то так и должно быть. Верующий же должен не на человеческий авторитет смотреть, а на абсолютный авторитет иеговы, и его бессмертного слова. Вот это вот слово Святой Библии. Галатам 2.6. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они, когда-либо, для меня нет ничего особенного, Бог не взирает на лицо человека. Один из них, Василий Великий, вообще без этих чудес, как будто и не обходился. И требовал непрерывно при крещении, и при литургии, и при споре за храм, и за авторитет брата Петра. Такие люди легко подпадают под обольщение от сатаны. Он непременно воспользуется этим и выдаст любое чудо, чтобы увлечь человека за собой, вызвав его доверие. Галатам 2.6. Галатам 2.6. Галатам 2.7. А Василий Великий непрерывно, он даже при крещении требовал, свернула молния, вылетел из молнии голод, опустился в воду. Да Господь разве это заповедовал? Он молится в храме. Покажи мне, Господи, что превращается хлеб в тело. Да где это? Даже не верится, что Василий Великий все делает. Люди придумали это? Первое коринфянам. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божью премудрость. Потому что немудрая Божия премудрее человеков, и немощная Божия сильнее человеков. Что значит это изделие рук человеческих? Голубь из золота или из дерева, чтобы он колыхался, сравни с настоящим голубем. Это и незначительная мудрость у Божией. Какой он подвижный, как воркует, как верен своему дому. Это Василий Великий сделал золотого голубя, и чтобы он в это время шатался. Зачем ему это надо было-то? И это все вошло сюда, теперь требует какой-то чудес. У Петра Первого было такое, стало мироточение, это икона плакать. Он сразу послал своих, там говорит, ну как раз следуйте-то. И увидел, там трубочки подвели, когда зажигают лотомпадки, масло нагревается, и слезы вытекают из глаз. А там просверлили на иконе. Он сказал, еще раз икона будут плакать, ваши задницы будут плакать. И все прекратилось. Житие Василия Великого, 1 января, цитата. В то время Василий, призвав золотых дел мастера, приказал ему изготовить из чистого золота голубя, во образ того голубя, который явился над Иорданом, и поместил его над Святым Престолом, дабы он как бы охранял божественные тайны. Господь Бог некоторыми чудесными знамениями засвидетельствовал еще при жизни Василия об его святости. Имел Святой Василий Великий такой благодатный дар. Когда он во время литургии возносил святые дары, то золотой голубь с божественными дарами, висевший над Святым Престолом, движимый с силою Божию, сотрясался три раза. Вообще, считаешь, я думаю, это выдумали монахи, но не может быть, что Василий Великий занимался такими делами. Однажды, когда Василий служил и возносил святые дары, обычного знамения с голубем, который своим сотрясением указывал в сошествии Святого Духа, не было. Когда Василий размышлял о причине сего, то увидел, что один из дьяконов, державших репиды, смотрел на одну женщину, стоявшую в церкви. Вот, козла отпущение нашел. Василий повелел тому дьякону отступить от святаго жертвенника и назначил ему эпитемью семь дней поститься и молиться, проводить целые ночи без сна в молитве и из имения своего раздавать милостыню нищим. С того времени святой Василий повелел устроить в церкви перед алтарем завесу и перегородку, для того, чтобы ни одна женщина не могла смотреть в алтарь во время совершения божественной службы. Непослушный же повелел выводить из церкви и отлучать от святаго причащения. Видишь как? Сделал, сделал не по повелению Божию, сам придумал, и какие дальше карты пошли-то? Что он устроил там? И наказал этого дьякона и женщины теперь для всех? Да раньше-то алтарь-то посреди храма стоял, этот престол-то. Никто этими дубовыми иконостасами не закрывался. Это все выдумка была. А как? Были вместе, Христос преломил, дал, и все. По-другому не было, и женщины рядом были. Вот все это вот идет отсюда. А раз ему уже название великие дали, теперь перед ним падают. Да и он за это может отлучать надо было. Вводит такие дела в литургию. А теперь любой сделает себе. Скажет, мне тоже надо заглутого голубя, чтобы он тоже трепыхался. Держи голубей, как я. Я этого не буду искать. У меня вон голубь рядом сидит. Житие в Варипсава, 10 сентября. Цитата. Сей святой получил от одного пустынника кровь, истекшую из причистого ребра Господа нашего Иисуса Христа, и совершал ею много исцелений. Язычники ночью убили святого Варипсава, а великое сокровище, кровь Христова, была сохранена у его ученика. Вот Иосиф Муньос, это миротачивая икона Иерской. Его убили, и икона исчезла. Это тот же самый случай. Вопрос 1839. Сегодня в храмах почти никто и не знает, что оглашенные, то есть готовящиеся к окрещению, кого устно оглашают голосом, просвещают, образовывают, делают годными для принятия крещения, а они не подозревают, что они не должны быть на литургии верных после возраста оглашенной из идите. А как было в те века, когда и было введено это положение о выводе из храма оглашенных? Выходили ли они? Вопрос. Ответ. Что удивительнее всего, так это именно то, что установители этих самых правил и канонов сами нарушали их. Или гнались за большинством, чтобы только в храмах у них было побольше прихожан. Или гнались за большинством, чтобы только в храмах у них было побольше прихожан. И даже очень уж похоже на это. Потому что, что бы ни говорили эти святые, кого бы ни излечивали, везде требования них, чтобы их подопечные стали непременно православными и часто иноками, отреклись от мира, ушли в монастырь. И естественно, чтобы все свое пожертвовали на монастырь им. И вот те без всякого научения соглашались, а потом, как современные мусульмане и цыгане, или казаки, которые ради излечения своих младенцев принимают крещение, и тут же уходят к своему нечестию. 1 Коринфянам 10.24. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Житие Василия Великого. 1 января. Цитата. Однажды, когда он совершал божественную службу, некий еврей, желая узнать, в чем состоят святые тайны, присоединился к прочим верующим, как бы христианин, и, войдя в церковь, увидел, что святой Василий держит в своих руках младенца и раздробляет его на части. 2 Когда верующие стали причащаться из рук святаго, подошел и еврей, и святитель подал ему, как и прочим христианам, часть святых даров. 3 Приняв их в руки, еврей увидел, что это была действительно плоть, а когда приступил к чаше, то увидел, что в ней была действительно кровь. 4 Он спрятал остаток от святаго причащения и, придя домой, показал его жене своей и рассказал ей обо всем, что видел своими глазами. 5 Уверав, что христианское таинство есть действительно страшное и славное, он пошел наутро к блаженному Василию и умолял удостоить его святаго крещения. Василий же, воздав благодарение Богу, немедленно окрестил еврея со всем его семейством. Велик Бог христианский, и нет другого Бога, кроме Него. Я отрекаюсь от Бога противного жидовства и обращаюсь в истинную христианскую веру. Повели же, святой Отец, немедленно преподать мне святое крещение, а также и всему дому моему. Вопрос, 1840-й. Если бы сегодня пришли в наш город апостол Павел и Петр и другие ученики Христовы, то как бы к ним отнеслись верующие? Ответ. Апостолов их знаем только по их трудам. Как относимся в полноте ко всему их учению? Так бы отнеслись и к их личному присутствию. Ненамного бы они различались от того, что ими изречено. Если бы апостолы говорили не выборочно, а по всему, что уже нам известно из Нового Завета, то православные никак их не смогли бы за своих признать. Тут и доказывать нечего. 2 Коринфянам 10, 10-11. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Если бы апостолы потребовали восстановить свободу церкви и проклясть декларацию митрополита Сергий, и торговлю убрать навсегда, и торгашей изгнать, крещенных с неполным погружением и ненаученных истинам веры, водворить в число оглашенных, то как бы попы, патриарши, отреагировали на это новшество для них? 1 Коринфянам 7, 23. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Римлянам 6, 3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерть его крестились? Филиппийцам 1, 27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Тут бы попы взвыли дико. Нет у них ни крещения, ни обличения во Христа, ни смерти старого ветхого человека, ни воскрешения нового. Все лютый обман миллионным тиражом. И апостолы патриарха могли ли признать верующим, и епископов пастырями, если для этих служителей алтаря и обряда сегодня учение Нового Завета не является руководством? Сегодняшним церковнослужителям только бы храмы, богослужения, исповедь и причастие. Проповеди евангельской и веры апостольской почти нет нигде. Римлянам 15, 16. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Сектанты только на первых порах бы апостолов приветили, усадили. Но когда бы апостолы не признали их главарей, а признать они их никак не смогли бы, так как они не имеют подлинной хиротонии рукоположения, объявили бы их губителями и волками и предали анафеме, то они бы изгнали апостолов, как изгоняют православных миссионеров. Третье послание Иоанна, 1 глава, 10 стих. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Послание Титут 1, 5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Католикам апостолы не нужны, у них есть бритый папа в шапочке. Им зачем какие-то апостолы? У них есть мощи, молчащие апостольские чудотворные. В честь апостолов храм Петра и Павла апостолы нужны, но только не католикам. Старобрядцы сразу же проверили бы Павла, как он персты слагает. И если бы он даже не понял, о чем это они их спрашивают, они бы его по данафему к обеду привели. А если бы они его к епископу подвели, то сразу спросил бы, как он относится к Никону, к написанию имени Иисуса с двумя и или с одной. И тут бы апостолы сказали, что верно называть Иешуа. Заодно это старобрядцы бы уже изгнали апостолов. Предположим, что все бы решили снова послушаться Павла и Петра и других апостолов, о которых мы знаем по их писаниям. Вот тут бы было экуменическое, но в первоапостольском духе объединение. Вопрос. Я воспитана на почтении к житьям святых, и тем более тех святых, о ком известно, что они были великими. Вы неоднократно говорили, что Арсений Великий не прав был, что он молчал и так учил людей. Почему вы так думаете, что ваше суждение вернее, чем мнение тех, кто был с ним рядом, кто видел плоды этого его молчальничества? Тем более, даже видения были, что Арсений выше тех, кто творил прием-посетитель, как Моисей Мурин. Докажите, что вы правы. Ответ. Вы ставите мне вопрос совершенно для меня невыполнимый. Как я могу доказать свою правоту, когда здесь нет Арсения? Если бы вы попросили сравнить житие Арсения Великого с Библией и показать, где конкретно он не прав, тогда мы бы вместе, помолившись, могли посвятить этому разбору драгоценнейшее время. Выдержки из жития Арсения я буду брать в кавычки, и вы этому можете не верить. Но возьмите жития за май месяц, и под восьмым числом найдете житие сего человека. Приведя выдержку из жития, буду давать рассмотрение выдержки в сравнении с Библией. Повторяю, что я не знаю, так ли было действительно в жизни этого человека, но мы договорились, что жития – это пока самый надежный источник, по которому мы можем одинаково рассуждать о личности данного подвижника. Цитата. Преподобный Арсений родился в Риме от благочестивых родителей, христиан, которые воспитали его в страхе Божием и обучили его наукам. Арсений, приняв на себя сан дьякона Великой Римской Церкви, проводил жизнь целомудренную, стараясь соделать из себя достойное жилище святаго всеосвящающего духа. Жизнь и деятельность преподобного Арсения располагается по годам так. Родился в 354 году, принят ко двору на 29-м году жизни в 383 году, 11 лет жил при дворе до 394 года, 40 лет прожил в Скидской пустыне до 434 года, 10 лет жил в Трогине или Троене, в Троене, 3 года пробыл в Канопе, 2 последние опять в Трогине, и умер на 96-м году жизни в 449 году или начале 450 года. Четвертый век, век обмерщения Церкви, когда к власти пришел Константин Великий, и массы самых грешных и необращенных, невозрожденных людей хлынули в Церковь. Об этом криком кричат жития. Этот век и дал всплеск распространения монашества, как протест против этого обмерщения. В самом центре, в Вавилоне, распущенности и жил юноша, и учился в среде утопавших в роскоши. Слово «благочестивые родители» вовсе не означает, что они были возрожденными. Так говорится о тех законопослушных гражданах, кто не поддерживал ертиков, кто внешне соблюдал установление господствующей Церкви. Абсолютизм власти и прислуживающей ему Церкви закрыл Слово Божие, и по нему не было никакой нужды сравнивать жизнь. Об этом сетует и рыдает Иоанн Златоуст в 307-407 годы. И все святые отцы. Жизнь языческой столицы была развращающей. Нужно знать, что даже среди епископов не было настоящих проповедников. Иоанн Златоуст был первым, кто стал говорить не по бумажке, из устно, на память. Это было чудом века. А во времена апостолов это было совершенно обычным явлением для самого маленького простолюдина. Епископы не учили народ. Священники молчали. Про диаконов, как и сегодня, не приходится даже и говорить. Много ли даже в Москве, в этом, 2004 году, от Рождества Христова, диаконов, которые проповедуют чисто евангельское учение? Евангельское. Они занимаются разъяснением обрядов, что означает их ребусные движения. Сейчас трудно найти священнослужителя в Москве, который не имел бы хотя среднего образования. Но, как правило, у них есть мирские институты, семинарии, академии и даже профессорские звания. А диаконов сейчас в Москве 287. И ни одного проповедника евангельского учения 732 священника на 681 храм и часовню. Да что Москва, если на 154 сегодняшних архиерея во всей патриархии найдешь ли одного, кто мог бы сделать это сравнение их жизни по Библии? Сравнить и начать ревизировать свою жизнь по деяниям апостолов. А ведь даже сейчас есть 312 мужских монастыря, 325 женских, 167 подворий, 45 скитов, 5 академий и 1 богословский институт, 2 университета православных, 33 духовных семинарии, 44 духовных училища, 14 пастырских курсов и 3 епархиальных женских училища и несколько иконных и ригинских курсов. Данные из доклада Патриарха Алексия II, 2003 год. Слово Божие было закупорено. Оно не было известно простолюдинам. И в этой среде вращается в самом высшем обществе молодой человек. Какова его практика? Как благовестника? Как миссионера среди язычества? Да если бы он только слово на эту тему выдохнул, как его смели бы в низшие слои социальной корзины, навсегда порушив его карьеру, как поступали с такими активистами в годы советской власти. Значит, он еще даже и не начинал подвязаться за евангельскую веру, за благовестие Евангелия. Цитата. В это время восточную частью Римской империи управлял Феодосий Великий, 379 год, 385 год. Западную, Грациан, 375 и 383 год. Феодосий, имея двух сыновей, Аркадий и Гонория, искал для них такого учителя, который бы научил их не только человеческой, но и божественной мудрости. Феодосий хотел, чтобы дети его были обучены не только философии и другим эллинским наукам, но и добродетельной и богоугодной жизни христианской. С этой целью Феодосий приказал искать по всей империи своей такого человека, однако найти не мог, потому что посланные его находили много умных и ученых людей, проводивших жизнь небогоугодную и наоборот. Встречали людей жизни благочестивой, но совершенно не обученных светским наукам. Поэтому Феодосий вынужден был написать к западному императору Грациану о том, что ему для обучения детей нужен такой именно человек, как сказано выше. Грациан же, посоветовавшись об этом с папою, Дамасом сказал ему, «Стыдно будет царству нашему, если мы не найдем в нем человека, добродетельного и мудрого, какого просит император Феодосий. Нам нужно найти такого человека, который мог бы сыновей его и философии научить и наставить страху Божию не только словом, но и примером своей добродетельной жизни». Тщательно поискав по всему Риму, они не нашли более премудрого и более добродетельного мужа, как Арсения Дьякона, проводившего жизнь добродетельную и превосходившего многих своими подвигами и уже не юного возрастом. Призвав его к себе, они передали ему желание царя Восточного и приказали Арсению идти к нему. Но Арсений всячески отговаривался, говоря, что он уже давно оставил все мирские науки, так как решил посвятить себя на служение Богу в звании клирика. Арсений говорил, что он уже давно забыл все речи риторов, так как решил посвятить все силы свои на служение церкви и алтарю. Император с папой увещевали его исполнить их просьбу, так как они просили его о деле полезном всему христианскому миру и церкви Божией. Они говорили ему, что он должен научить детей царских не только книжной мудрости, но и христианскому благочестию, дабы они не верили в языческие басни, а защищали бы и распространяли веру христианскую. Тогда Арсений против своей воли повиновался приказанию императора и папы. Они отправили его в Константинополь к императору Феодосию с великую честью. При царском дворе Николая Первого воспитал его детей Жуковский В.А. поэт и друг Пушкина Александра Сергеевича. Саша сам насчитывает в своем реестре 113 своих любовниц. Мог ли Арсений выйти за рамки официального монастырского православия? Как жили при дворе? Что для них было главным? Отец Феодосий вносил коррективы в метод обучения, чтобы чинопочитание и его отпрысков было заменено на строгость. Цитата. Но чем большая слава окружала Арсения, тем больше он скорбел духом, потому что сердце его не лежало ни к славе, ни к богатству, ни к суетной мирской похвале. В глубине душе он сильно желал послужить Богу, в смиренной жизни иноческой, в безмолвии нищете. Поэтому Арсений начал усердно молиться ко Господу, прося освободить его от пребывания в царских палатах и сподобить его пустынной иноческой жизни. Случилось однажды, что Арсений как-то заметил за Аркадием некоторый проступок. Рассердившись на него, Арсений побил его розгами, и притом настолько сильно, что Аркадий помнил это наказание до самой смерти своей, так как следы розок остались на теле Аркадия. Все это произошло по промышлению Божию, дабы через это освободить Арсений от всей мирской жизни и дать ему возможность проводить пустынное иноческое житие, которого так жаждал преподобный. Аркадий, затаив сердце гнев на учителя своего и придя в совершенный возраст, стал думать, как бы ему убить Арсения. Он открыл намерение своему одному доверенному советнику и упрашивал его убить Арсения каким ему угодно способом. Но тот, боясь Бога и императора Феодосия и не желая делать столь дурного поступка тем более, что уважал Арсения за многие его добродетели, тайно наедине передал ему замысел Аркадия и советовал преподобному поберечь свою жизнь. Арсений же, преисполнившись скорби и страха, начал снова со слезами молиться к Богу, чтобы он направил его на путь спасительный. Ночью, во время молитвы, Арсений услышал свыше голос, говоривший, Арсений, беги от людей и ты спасешься. Услышав это, Арсений оделся в худые одежды и, выйдя тайно из дворца царского, пришел на берег морской. Здесь, по Божию промышлению, он нашел корабль, отправлявшийся в Александрию. Он сел на него и отправился в путь, возложив все упование свое на Бога. Когда корабль прибыл в Александрию, тотчас Арсений отправился в скит подвижников. Придя в церковь, он начал слезно упрашивать пресвитеров, посвятить его в монашество и наставить его на путь спасения. Эти же последние, видя, что с ними говорит муж честный и благоговейный, спросили его, кто ты и откуда ты пришел? Он же отвечал им, я странник и человек я убогий. пресвитеры, посоветовавшись между собою о том, кому бы можно было отдать пришельца для наставления иноческому житью, решили отдать его Авве и Анну Колову, о чем и известили его. Потерпев полный крах, как учитель Арсений, совершенно ни разу и нигде не сверялся со священным писанием. Это я уже поясняю. Цитата, конец. И тут некий голос, который еще не раз будет учить его, подсказывает, как поступить. Он настолько хорошо усвоил эту заповедь, что и после смерти своего врага продолжал скрываться. Даже в церкви он стоял так, чтобы лица его никто не увидел. Скрытность его не поддается описанию. Похоже, что тот страх так и не оставил его. Тем более, директива того голоса неведомого не была отменена ни разу. Беги от людей и ты спасешься. Цитата. Житие. Между тем, император Феодосий начал разыскивать Арсения. Вскоре же после того, как он ушел из дворца. Феодосий очень сожалел об Арсении и потому велел искать его в разных городах. Однако, никак не мог найти его, так как Господь скрывал место пребывания угодника своего до того времени, когда ему благоугодно будет явить его миру на пользу многим. Арсений же, живя в теле, указанный ему старцем, подвязался в посте, молитве и трудах иноческих и так преуспел во всех добродетелях, что превзошел многих старцев своими подвигами. Однажды, когда он молился, сказал, Господи, научи меня спастись. В ответ на это был голос с неба, говоривший, Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании, это корень добродетели. Конец цитаты. Вот состояние человека, равного которому не было в империи восточной и западной. Уже в пустыне, уже нася ангельский образ, он не знает, как же спастись. Да разве мог такой вопрос задать хотя бы один прихожанин даже галатской церкви или эфесской? Что же это за прихожане были в православной церкви, что диакон, учитель царей, монах и не знает, что знала Мария Магдалина, знал Тимофей, полукровка далекой провинции? Или здесь пишут, что попало о писателе житий? Или действительно так и было? Это чинопочитание к монашеству и инокам достигло своего апогея, когда Библия была закрыта и спрятана, а указания Божии были сведены до буквального в наличии имеющегося контактера. Кто что услышал от некоего голоса? И этот голос никто не проверяет 1600 лет. 2 Коринфянам 11.3 Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 1 Тимофей 5.15 Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Невозрожденные от Духа Божия чрезвычайно жаждали чудесного, необычного и тут же награждали обладателя сего необычного дара с званием Великий. Деяние 5.36 Явился Февда, выдавая себя за какого-то великого. Деяние 8.9 Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Скажут, что они сами себя за таких выдавали, но люди их уж почитали не просто великими, а богами. Деяние 14.11 Народ же увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам!» Деяние 28.6 Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долгое видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Неужели никто и ни разу не попытался сравнить то, чем руководствовался Арсений, проверить по Библии? Голос, сказавший ему промолчальничество, был совершенно противоположный голосу Иисуса из Назарета, Иисуса, который воскрес и грядет судить всех по своему слову, неизменному и неотмененному. Иоанна 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судьею себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Если Библия есть слово Саваофа, то что значит «великие» в кавычках люди или невеликие? Если они идут против Слова Божия, им остается только зафиксировать рядом с великими слово Анафема. Даже если и крылья у него, и чин ангельский, или даже сам ангел Анафема и к крыльям будет привязано. Галатам 1, стихи 8-9. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет Анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет Анафема. Странно и страшно читать и видеть, как люди друг пред другом горбатятся и, боясь как-то не уважить чей-то сан, его святость, его мощи в то же самое время так свободно и легко и умышленно пренебрежительно относятся к слову иеговы. Но если чьи-то действия идут совершенно в разрез со словами Духа Святаго, то к кому же нам прислониться, к Богу или к великому человеку и его великому заблуждению и восстать против голосов свыше, которые уводят от голоса единого пастыря душ Христа. Деяние 26-22. «Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Иеремия 33-3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Цитата Житие «Арсений, скрывайся от людей, пребывай в молчании, это корень добродетели». Конец цитаты. Если первый раз голос был лично к Арсению, и он спас тело свое, бежав в Александрию и в пустыню, то второй раз, очевидно, тот же самый некий голос уже более поучительно, так как Арсений вполне доверился этому голосу, распространяет указания на всех, обобщая этим указанием свою мысль о спасении. Если об этом пишут сегодня в Житии Арсения, значит, он не скрыл этого голоса и что он имеет связь и верит этому голосу. И никто за 16 столетий промелькнувших в пустынях с тех пор так и не подсказал, что этот голос совершенно не те слова говорит, какие были от Духа Святаго в Библии. Марка 16, 15 «И сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Лука 24, 49 «И я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Иоанна 15, 26 «Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от отца дух истинный, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Деяние 1, 8 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во все Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». Деяние 4, 33 «Апостолы же с великую силу и свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Иоанна 17, 20 «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». 2 Кори, «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил лумы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Цитата «Житие». «Внимая этому голосу, Арсений ушел из того места вглубь пустыни и построил здесь для себя небольшую келью. В этой келье он всегда пребывал один, всемерно стараясь соблюдать молчание. Он избегал всяких бед и постоянно устремлял ум свой к небу. Прибывая на земле телом, он духом возлетал горним силам. Каждый воскресный и праздничный день он приходил в церковь. По окончании богослужения тотчас возвращался молча в свою келью. При этом он никогда не вступал ни с кем в разговор. Лишь только изредка, будучи спрошен, отвечал на вопрос насколько возможно кратко и затем устремлялся к своему безмолвному жилищу. Все подвижники, обитавшие в Скидской пустыне, весьма удивлялись добродетельной жизни преподобного Арсения. Один раз Авва Марк спросил его, для чего ты, честный отец, удаляешься от нас? Арсений же отвечал ему, знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми. Потому что на небе, хотя и очень много высших сил, тысячи тысяч или десятков тысяч, но все они имеют одну волю, и потому единодушно славят Бога. Но на земле много воль человеческой, и у каждого человека свои мысли, каждый из нас имеет различные намерения и мысли, и потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми. Стремясь как можно ближе стать к Богу, Арсений всячески удалялся людей, так что даже не желал, чтобы кто-либо его видел или знал о нем. Однажды преподобный Арсений пришел на одно место, где росло очень много тростника. Он нашел здесь иноков, сидевших около тростника, так как тростник шумел от ветра. То преподобный спросил иноков, откуда происходит этот шум? Огромщик. Иноки же отвечали ему, это тростник шумит от ветра. Тогда преподобный сказал им, для чего же вы сидите здесь и слушаете шум тростника? Тот, кто действительно любит молчание, не должен слушать даже и пение птиц, которое может нарушить мир душевный, тем более может смутить сердце инока шум тростника. Теперь я поясняю. Теперь вступила в силу третья ступень научения от того голоса, когда принявши наставление голоса, голоса навязывает эту человеконенавистническую концепцию разделения служения Богу и служения человеку. Я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми. Это я рассматриваю в ответе. Это явное дело, что все уже идет полностью не от Бога. При мощном образовании и огромном опыте при царском дворце и в столичном патриаршем храме он давил авторитетом без слов. Однажды брошенная фраза Арсения уже полторы тысячи лет давлеет над сказанными словами Христа и изничтожает на нет слова Евангелия о благовестии. Приставка «Великий» могла оправдывать любое самодурство и тиранию, любое невежество по отношению к Слову Божию и любое противление словам Иеговы. Это же и сегодня. На любое указание Библии православные только взглянут. И хорошо если тебя не сомнут гневом и при этом всегда сошлются на слова батюшки и совсем уж неотразимо если это сказал Иоанн Крестьянкин Адриан из Лаври или Кирилл из Загорского посада. Цитата Жития Иногда преподобного дерзали искушать бесы. Прислуживавший же ему брат приблизившись к Еле его слышал как старец взывал в таких случаях к Богу не оставь меня Господи хотя я и не сотворил пред Тобой ничего благого но помоги мне по благодати Твоей положить ныне начало благое. Арсений много плакал об обустошении Скита говоря Рим погубил мир иноки же погубили Скит. Преподобный не всегда подвязался на одном и том же месте но иногда переселялся из Скитской пустыни в более уединенные и безмолвные места удаляясь от приходящих для беседы людей так как они нарушали покой его душевный случилось ему быть близ реки и встретиться здесь с толпой путников шедших той дорогой при этом одна женщина египтянка прикоснулась к одежде преподобного но он оскорбившись сделал ей замечание что женщина не должна прикасаться к одежде монашеской женщина же та сказала ему если ты монах то иди в гору пустынную умилился старец от слов ее и часто говорил себе повторяя слова той женщины Арсений если ты монах то иди в горы и скитайся по пустыням один старец спросил авгу Арсения как мне быть честной отец я никак не могу отстать от той мысли что я стар и потому не могу ни поститься ни трудиться подвигами иноческими по причине старости поэтому мне кажется что следует идти посещать больных так как это дело любви христианской преподобный же уразумев что это было бесовское искушение сказал старцу к тому ешь пей спи но только не выходи из кельи своей так сказал преподобный потому что знал что иноку выходящему из своей кельи и приближающемуся к мирским селениям предстоят многие соблазны и искушения врага да и вообще не следует выходить без уважительной причины из монастыря тому кто умер для мира подобно тому как мертвец не выходит из гроба своего монах же выходящий по своей воле из монастыря поистине делается мертвым потому что умирает душою когда же начал приближаться самый час кончины преподобного то он начал много плакать и пришел в большой страх ученики увидав его плачущим спросили его неужели и ты честный отец боишься смерти но он отвечал им действительно я всегда чувствовал страх смерти во все дни иноческой жизни моей начиная с того дня в который я облегся в образ иноческий по внешнему виду преподобный был благообразен как ангел был сед красив телом худ от великого воздержания бороду имел до пояса имел очи впалые от постоянного плача был высок ростом но сгорблен от старости скончался преподобный после того как прибыл пятьдесят пять лет в иноческих трудах и подвигах постом и молитвою благоугождая Богу Бога слава и вот таких со словом великий я перебрал нашли 17 человек Арсений великий Ефимий великий и вот от него великого в освете Библии разбирать он просто контактер как волшебник был с евангелем вообще не сравнивается и молчал к нему издалека приходили люди знали царских детей воспитывал самый умный в империи ни слова ни слова женщина одна княгиня у нее много было денег она принесла целый там горшок какой или что-то у епископа попросила разрешение его посетить епископ сказал она благодетельница храмы там строит и она принесла все поставила и к нему он молчит упал и лежит она тогда говорит я попрошу тебя помни обо мне когда я уйду чтобы помолиться он говорит я об одном буду молиться чтобы забыть тебя она до того огорчилась пришла к епископ а то стала разъяснять он говорит ты хорошая такая он молится о том чтобы забыть тебя чтобы образа не было то есть им не надо было во всем сквозило какое-то дикое человека ненавейщищество ненавейщица творения Божия сидят на берегу реки инок и он их упрекнул шум камыша слушать нельзя пение птиц мешает да где она кому мешала-то когда перед Елисеем нужно было раскрыть истину в дальнейшем-то ему нужен был гуслист и он играл гуслист и находил в это время дух Божий на него Давид играл здесь ни музыки ничего это все отвлекает и думал и думал о чем все время страшился о смерти и грех да это любой сектант выше его самый захудышный сектантишка он выше его почему а это учение и монахи его прославляют и там был который творил дела Моисей и один молился тот воспринимает всех помогает ночью воду разносит а Арсений нигде носа не показывает кто выше перед Богом и ответ был такой Арсений выше тот угодный Богу и у него там матросы помогают паруса натягивают а здесь никого нет он один только Дух Святой паруса натягивает он и все истолкует почему потому что царство небесное в прообразе это монастырь это келья если Бог Савалов это подобный образ этого киновиного Авва и они всегда требовали везде подчиняться как Богу с большой буквы везде подчиняться как Богу это я беру из жития на сегодня пока довольно 11 апреля 2014 года пятница с Богом брат